Всем привет! Смотрите как восстановить данные с дискового массива RAID 6 Synology NAS DS2422+. В данном видео мы разберем как настроить резервное копирование важных данных, как восстановить случайно удаленные файлы с корзины и как достать файлы, если RAID массив находится в деградированном состоянии, полностью разрушен или сетевое хранилище вышло из строя. Рассмотрим нюансы настройки и восстановления с последней версии прошивки DSM-7.1. Synology довольно популярный производитель оборудования для хранения данных NAS. Устройства Synology, DiskStation и RecStation NAS, как правило, просты в использовании и доступны в различных конфигурациях RAID, включая RAID 0, RAID 1, 5, 6 и RAID 10 уровня. Данные устройства также поддерживают собственную конфигурацию хранения SHR и SHR2. При работе любого сетевого хранилища могут возникнуть различные проблемы, которые влекут за собой потерю данных. Нередко пользователи случайно удаляют некоторые важные файлы, могут возникать различные проблемы, которые препятствуют доступу к данным или могут привести к потере информации. Выход из строя оборудования, неправильная настройка или прошивка устройства и так далее. Главное правило при потере доступа к файлам не паниковать. Неправильные действия на этом этапе часто приводят к необратимой потере всей информации. Как и в случае с любым NAS, в итоге вернуть данные не так просто. Для того, чтобы вернуть случайно удаленные данные или достать файлы с нерабочего NAS-хранилища, понадобится специальная программа, которая поможет их вернуть. Для начала давайте рассмотрим процесс создания RAID и как изменить его уровень на данном типе сетевого хранилища. Процесс построения поможет понять принцип работы RAID, что облегчит процесс восстановления. При подключении новых накопителей в NAS нужно произвести установку операционной системы, его первичную настройку. После установки и запуска система предложит настроить параметры нового пула хранения. Здесь нужно выбрать нужный уровень RAID, Указать диски, из которых будет состоять будущий массив. Объемного хранилища и файловую систему. Проверьте все заданные параметры и нажмите APPLY для подтверждения. После начнется процесс построения и оптимизации дискового массива. По завершению вы получите новый том с заданным объемом. Для изменения уровня RAID нужно удалить существующий том. В результате все данные будут удалены из дисков. Перестроение дискового массива невозможно без форматирования накопителей. Для этого откройте меню Storage Manager, Storage Pool. Справа кликните по трем точкам и выберите Remove. Еще раз для подтверждения. Это удалит пол и том хранения, а также все файлы с дисков. После для создания нового массива кликните по кнопке Create. Далее нужно выбрать уровень RAID. Next. Указать диски. Объем. И файловую систему. Next. Apply. В результате у вас появится новый том. Теперь вы можете создать сетевую папку, настроить права доступа и залить данные. Если вы случайно удалили важные данные из общей папки, вернуть их можно из корзины. По умолчанию при создании общей папки в ее настройках активирована функция корзины. Это поможет вернуть вам случайно удаленные файлы без помощи каких-либо сторонних программ. Для того, чтобы посмотреть включена ли данная опция, откройте панель управления. Shared Folder. Выберите папку, с которой были удалены файлы и кликните по кнопке Изменить. Проверьте, установлена ли отметка напротив Enable Recycle Bin. Включить корзину. Для того, чтобы вернуть файлы из корзины, запустите файл Station и перейдите в папку, с которой были удалены важные файлы. Затем откройте под папку Recycle. Здесь найдите то, что было удалено. Кликните по нужному файлу или папке правой кнопкой мыши. И выберите Restore и Overwrite. После чего все файлы вернутся на свое прежнее место. Если функция корзины для данной сетевой папки отключена, попробуйте вернуть удаленные данные с резервной копии. По умолчанию программа для резервного копирования не установлена. Если вы ранее установили и настроили утилиту резервного копирования, восстановить информацию можно с нее. В центре пакетов представлено множество утилит для резервного копирования ваших данных. Я покажу, как настроить резервное копирование и вернуть удаленные файлы с помощью программы Hyper Backup. Утилита позволяет выполнить резервное копирование различных типов данных, таких как конфигурация системы, приложение пакеты и общие папки. На Synology NAS по расписанию, либо вручную. Резервные копии данных сохраняются в собственной базе данных, которые можно легко просматривать, восстанавливать или загружать. С помощью Hyper Backup вы можете восстановить настройки и данные пакета на предыдущий момент времени. Если вы ранее настроили резервное копирование, восстановить нужные данные можно с резервной копии. Для этого перейдите в меню DSM и запустите Hyper Backup. В окне программы нажмите по кнопке Restore. Выберите из списка дата, затем укажите резервную копию и место восстановления данных. По окончанию процесса состояние папки изменится на дату резервной копии. Если функция корзины у вас не активирована, не настроено резервное копирование или же пропал доступ к диску массива, рейд разрушен в результате поломки сетевого хранилища, вернуть файлы вам поможет программа для восстановления данных. Скачайте, установите и запустите программу Hetman Raid Recovery. Программа заново соберет из дисков разрушенный рейд, и вы сможете достать из него все оставшиеся данные. Для начала процесса восстановления вы должны извлечь накопители из нас и подключить к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. В том случае, если на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специальными переходниками и расширителями. Примеры вы можете видеть сейчас на экране. При извлечении дисков из нас не забудьте их пронумеровать, чтобы не перепутать при повторном подключении. Также вам понадобится место для сохранения информации, равно объему восстанавливаемых данных. Hetman Raid Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы рейд. Независимо от того, использует ваш Synology на стандартный рейд или конфигурацию Synology Hybrid Raid, программа поддерживает оба типа. При подключении накопителей к ПК, система может предложить их инициализировать или отформатировать для дальнейшего использования. Ни в коем случае не соглашайтесь. В результате вы можете полностью потерять оставшуюся информацию на дисках или процесс восстановления будет затруднен. Для того, чтобы вернуть файлы, запустите анализ дисков. Кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». На следующем шаге нужно выбрать тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. В случае выхода из строя сетевого хранилища и программа верно собрала рейд, достаточно будет быстрого сканирования. По завершению сканирования откройте папку, где лежали файлы, которые нужно вернуть. Ранее удаленные файлы здесь отмечены красным крестиком. Содержимое всех файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра, включая видео и документы. Отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место, куда сохранить данные, диск, папку и нажмите еще раз «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанной папке. Для безопасности использования поврежденных накопителей в программе реализирована функция анализа образов диска. Это уменьшит нагрузку на диски и позволит продлить работу поврежденных накопителей. Итак, если у вас есть резервная копия, вы с легкостью сможете восстановить случайно удаленные файлы с нее. Но если устройство вышло из строя, вам поможет программа Hetman Raid Recovery. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok